Добрый день, уважаемые друзья! На связи с вами Серега. И сегодня я хочу подарить вам вот такой вот маленький, но полезный чек-лист из 10 важных правил для SEO-оптимизации статей на вашем сайте. Советую использовать данный чек-лист как для новых статей, когда вы будете создавать новую статью, так и при помощи его прошуршать и проверить старые статьи на вашем сайте на предмет, правильно ли они оптимизированы под определенные поисковые запросы. Конечно же, для того, чтобы вы могли применить его на практике, у вас уже должен быть подобран какой-то определенный поисковый запрос для вашей статьи. И сейчас давайте я опущусь вниз и немножечко дам пояснение по поводу вот этих самых 10 правил. Ну, во-первых, сразу же вам говорю, что вы можете распечатать страничку под номером 2 данного отчета, где размещены все эти правила. И когда вы будете там, ну, проверять свою статью, вы можете просто напротив каждого пункта ставить там галочку. То есть, ага, вот это есть, это есть, это есть, это есть, этого нет, значит, только надо добавить. И таким образом оптимизировать полностью каждую статью на своем сайте под определенный поисковый запрос. И теперь сразу же хочу вас попросить, друзья, если вы будете пользоваться данным чек-листом, прошу вас поставить лайк данному видео, чтобы мне было как можно больше приятно. То есть, ну, больше лайков, больше, так сказать, мотивации делать для вас какие-то новые интересные сюрпризы. Итак, поехали. Первое правило. Ваш поисковый запрос должен быть в URL-адресе. Допустим, запрос «Как создать сайт». И очень хорошо, если данный запрос будет прям-таки входить в ваш адрес вашей странички. Например, вот здесь у меня так и стоит настройка Sublime Text 3, видите, да? Вот такой вот адрес получается. Входит запрос в него поисковый. Далее. Запрос в title. Это title – это название страницы. Опять-таки, если показывать на примере вот этой странички, обратите внимание, вот здесь, вверху, у нас идет название вкладочки. Оно очень важно для поисковой системы. Вот это название, кто не знает, оно прописывается вот здесь. Обычно, когда вы создаете статью на сайте при помощи какой-то системы управления, там есть поле для ввода названия вашей странички. Следующий момент. Это запрос должен сочетаться в description. То есть, это описание страницы, и оно обычно нигде не отображается, но оно есть вот здесь, видите. Meta Name Description, Content, и здесь у вас должен быть такой абзац, ну, там, два-три коротеньких предложения, и в них тоже должен входить ваш поисковый запрос, под который вы оптимизируете свою статью. Следующий момент. Запрос в заголовках. Причем здесь, обратите внимание, играют роль заголовки от h1 до h6, понимаете, да? То есть, и те, и те, они тоже важны для поисковых систем. Но, соответственно, не забывайте про важность. Например, h1 – это самый такой большой заголовок, самый важный, и он должен встречаться только один раз на странице. Обычно это заголовок, ну, в качестве заголовка вот этого используется название статьи. Например, если я здесь покажу вам код элемента, то вы видите, что название включено в заголовок h1, и больше по ходу статьи он нигде не встречается. Зато вы можете разбить свою статью на какие-то подразделы, и их, соответственно, тоже как-то обозвать при помощи заголовков уже там не h1, а там 2, 3, 4, 5, 6 уровня. Например, здесь у меня заголовок стоит, по-моему, 2 уровня. Так, просмотр кода элемента. Да, 2 уровня. Вот так вот. Следующий запрос в тексте страницы. Что это значит? Это значит, что ваш запрос должен встречаться в тексте вашей страницы как обычный текст, то есть без всяких заголовков, дополнительных оформлений и так далее. Просто должен идти как обычный текст, и ни больше, ни меньше, то есть никак не оформлено. И вы можете склонять свой запрос, но он должен встречаться на вашей странице обязательно просто как обычный текст. Затем запрос в жирном тексте. То есть вы можете использовать тег B, либо тег Strong для того, чтобы выделить свой запрос жирным. И это тоже будет оказывать влияние на оптимизацию. Следующий момент. Запрос в списках. То есть есть различные списки. Список маркированный, список нумерованный, список определений. И если он встречается в списках, ваш запрос, ну естественно он должен лаконично входить, а не просто там идет, ну выбиваться из схемы. Должно быть все логично. Если ваш запрос встречается в списочке, то же это отлично. Дальше. На каждом сайте, на каждой статье желательно вставлять какие-то картинки. Так вот, вы можете использовать запрос в атрибутах картинок, и это тоже учитывается. Например, у картинок есть два атрибута основных. Давайте мы просмотр кода элемента возьмем. Вот эта картинка, видите, да? Здесь идет атрибут title, и в него входит запрос. Вот настройка редактора Sublime Text 3, видите, да? То есть идет название, как бы страница всплывающая, и в нее входит вот этот самый запрос. Следующий момент это, допустим, alt. Это тот текст, который человек видит, если картинка не загружается, либо отключена в браузере, то вместо картинки выводится содержимое атрибута alt. И вот здесь этот атрибут, он обязательный для картинок, во-первых. Во-вторых, здесь вы тоже можете всовывать поисковый запрос, и это тоже будет хорошо. Так, следующий момент. Запрос в анкоре внутренних ссылок. Ну, ссылочки вы знаете, что это такое. Вот, допустим, где тут у нас? Вот здесь, видите, в сайтбаре у меня идут ссылки. Но сейчас речь идет про ссылки в статье. То есть тут у меня ссылочек нету, потому что все идут на YouTube в основном. Но анкор ссылки – это вот тот самый текст, который является ссылкой. И если у вас есть статья на своем сайте, и есть ссылки из других статей, которые ведут на эту же самую статью, и в них встречается вот этот самый запрос, который вы используете. Допустим, у меня есть страница 1, где я раскручиваю ее под запрос «Как создать сайт». Есть страница 2, которую я раскручиваю под другой запрос. Но вот на этой странице 2 моего сайта есть ссылочка, которая ведет на страницу, которую я раскручиваю, на страницу «Как создать сайт». И анкор ссылки содержит вот эту самую поисковую фразу, то есть в каком-то там ключе. Не обязательно точное вхождение, может быть там различные склонения, какое-то слово добавлено. Но факт в том, что если в запросе в анкоре внутренних ссылок с других страниц есть этот запрос, это хорошо. Следующий момент, десятый пункт, тоже очень важен. Это, конечно же, ссылочки с других сайтов. То есть запрос должен быть в анкоре ссылок с других сайтов, которые будут ввести на вашу страницу, которую вы раскручиваете по данному запросу. И это тоже будет влиять на ваше продвижение вашей страницы в поисковых системах. Вот такие 10 предельно простых пунктов. Причем, обратите внимание, 9 из них вы можете делаются за счет внутренних ресурсов вашего сайта. И только десятый пункт требует каких-то финансовых вложений от вас. Итак, друзья, прошу вас обратить пристальное внимание на страницу номер 3 моего чек-листа, потому что там я сделал весьма важное предупреждение, чтобы вы чрезмерно не увлекались его оптимизацией, так как это может навредить вашему сайту. Прочитайте данную страницу очень внимательно. В принципе, на этом все. Спасибо большое за внимание. На связи с вами был Серега. Обязательно ставьте лайк данному видео. И, конечно же, очень и очень обязательно подписывайтесь на наш канал Мастер ЦСС. До встречи в новых видео.